всем привет меня зовут владимир я леся и сегодня мы тебе расскажем что нас бесит в турции поехали первый пункт это очень быстро течет время ты буквально только проснулся что-то поделал и уже такой хоп и вечер да как так то когда мы были в других странах у нас время текло гораздо медленнее а в рф так вообще бесконечно день шоу сталкивался ли ты когда-нибудь с такой проблемой если да то расскажи в комментариях пункт номер два это кумовство если у тебя нет знакомого турка который сможет с тобой пойти по каким-либо твоим делам и попросить что-то тебе сделать только потому что он турок то на выполнение необходимой задачи тебе придется потратить весомую часть времени и силы расскажи историю которую с нами приключилась при перепрописке переехав в другую квартиру у нас было 21 день на смену прописки а иначе выставляется штраф в размере 120 лир а что самое главное это пятно на нашей репутации иностранцы сначала нам казалось задачи плевой мы такие а это быстро мы сейчас в еди в лет зайдем пять минут и перепрописались но нет если в квартире оказался прописан прошлый арендатор и после переезда по каким-то причинам он не выписался то система еди в лет не позволит вам сделать это онлайн позвонив по номеру 157 нам сказали звоните по номеру 199 это телефон службы народа населения где они вручную выпишут человека и назначат вам дату рандеву в нужное учреждение но здесь появился нюанс там операторы помимо турецкого языка говорят еще на трех английский немецкий и арабский а если у тебя в наличии только родной язык и немного английского то ни черта понятно не будет по телефону тогда мы поехали в отделение гёч в котором мы прописывались первый раз в первой нашей квартире и прикиньте он оказался закрыт навсегда нас отправили на другой в другой гёч на вообще на другой конец огромного стамбула на следующий день нам наш турецкий друг предложил помощь в этом деле привез нас в нужное отделение такой поговорил с охраной нас за руки отвели к нужному сотруднику прям к столу мы еще такие стояли покурили да типа начали торопиться а нам охранник да ничего страшного подождем курить который посмотрел и сказал что у вас там прописан прошлый жилец и отправил нас в нюфус нюфус это тоже учреждение народа населения только для местных где их там прописывают выписывают в общем с нашим турецким другом мы отправились в этот нюфус зашли попытались взять талончик в терминале а он его не выдает по нашему комету так как мы иностранцы в итоге наш турецкий друг подошел к оператору о чем-то с ним поговорим нас позвали и за минуту перепрописали в новой квартире выписав оттуда старого жильца если бы не он мы не знаем сколько мы парились с этой проблемой конечно мы бы нашли способ ее решения но заняло бы у нас это значительно больше времени так что вывод заводите дружить с местными минус 3 на который мы обратили внимание это если ты иностранец и это отчетливо видно из твоей наружности то на рынках и иногда не только на рынках тебе могут завышать цену поэтому мы часто постоим рядышком послушаем какую цену называют местным а потом если что уличаем торговцев в их нечестности и завышение цены это происходит не то чтобы повсеместно но такая дискриминация все таки возможно минус 4 много очень много детей с которыми все носятся как куры с яйцами и этим детям можно буквально все если едешь в автобусе а туда зашла мамочка с ребенком а если еще она и не одна такая то ощущение будто едешь с футбольными болельщиками потому что по моему опыту только они создают такой же шум как дети в турции минус номер пять если ты вышел покурить на балкон без футболки ну или там чайку попить то соседи на тебя могут пожаловаться из-за твоего бездравственного поведения была такая история когда на одну девушку пожаловались за то что она ходит в своей квартире в нижнем белье и пьет вот так вот да не будь бензравственным турки всегда на чеку теперь вова целыми днями ходит только делает что снимает надевает снимает надевать футболка на всякий случай мало ли так минус 6 ходят здесь будто все на променаде местные абсолютно никогда никуда не торопится ощущение порой что они витают в облаках даже если идут по улице с людьми с плотным движением они могут до остановиться резко когда в них врезаются другие то резко поменять траекторию своего движения прямо на месте развернуться пойти обратно мы не раз сталкивались с такими местными не смысле того что мы там видели такое прямом смысле сталкивались физически с телами а если ты куда-то торопишься то замучаешься торопиться поэтому лучше расслабься и постраивайся под общий ритм ну и последний пункт я расскажу это навязчивость турецких мужчин по отношению к славянским женщин если вдруг так вышло что ты понравилась турку то отделаться от него будет очень сложно он будет тебе написывать названивать фейсбук приглашать на свидание даже наличие твоего мужа для них совершенно никакая не преграда они так и говорят мы будем тайно встречаться с тобой так что если ты одиноко и ищешь себе султана особенно имеешь славянскую наружность много времени эта задача у тебя не займет но вот пожалуй все особенности жизни здесь который мы пока еще не смогли привыкнуть напишите в комментарии кто сталкивался с какими-то такими моментами которые вас раздражали в турции очень интересно а мы почитаем да и не забывайте подписываться на наш канал чтобы не пропустить новые видео всем пока пока